Германии не стихают родительские протесты. Претензии у манифестантов к одному единственному предмету школьной программы – сексуальному воспитанию. Эти уроки ФРГ одобряют далеко не все, но они все равно обязательны. Если ребенок отказывается, а родители его покрывают, их ждет штраф, а то и тюрьма. Наш собственный корреспондент Иван Благой убедился, такие случаи уже бывали. Пока старшие дети в школе, нарезать салат и накрыть стол, Луизе помогают три младшие дочки. Работы много, у Луизы девять детей, их всех надо накормить. Эту семейную идиллию может разрушить всего один звонок в дверь. Я в зале сидела, мой муж говорит, полиция приехала. У меня сразу такая, я на него смотрю, нет, говорит, проехала. Они могут в любое время сейчас приехать и забрать меня. Все это очень трудно объяснить двухлетней дочке Суламити. Впрочем, странную ситуацию, в которую попала эта многодетная верующая семья, вообще сложно объяснить. Все началось три года назад, когда еще одна дочь Луизы, Мелита, на тот момент четвероклассница, отказалась посещать уроки сексуального просвещения. О том, насколько настойчиво взрослые приглашали девочку в класс, Таня может забыть до сих пор. Я считаю, что не готова была к таким урокам, но два учителя силой попытались затащить меня в класс. Я сопротивлялась. В итоге меня посадили в учительскую, где я объяснила, почему я не хотела посещать это занятие. Секс-просвет в Германии обязателен для всех. Начинают просвещать немецких детей еще в детском саду. Затем программа продолжается в школе. Два года назад в Берлине был представлен так называемый чемоданчик секс-просветителя. Учебные материалы для младших классов. Сказка про двух принцев, о гомосексуальности, литература о транссексуалах. С седьмого класса берлинским школьникам предлагают поиграть в игру пантомиму. Изобразить оргазм, порно и садо-мазо. Программа меняется от региона к региону. После того, как Мелита не пришла на второе занятие, учителя пожаловались директору. Та инстанции выше. В итоге родители решили оштрафовать за то, что мешают ребенку получать образование. Евгений и Луиза платить отказались. Оплата штрафа означала бы признание нашей вины, что мы в чем-либо виноваты. Но мы виноваты лишь в том, что мы любим наших детей и что мы озабочены тем, чтобы они выросли целымудренно. Неоплаченный штраф в итоге превратился в короткий, но все же тюремный срок. В прошлом году в тюрьму Евгения забрали прямо из дома. Луизу не посадили тогда лишь потому, что она была беременна. Но на днях многодетная мать получила письмо из суда. Ей тоже грозит заключение. Если бы они что-нибудь украли или кого-нибудь ограбили, тогда это наказание было бы справедливым. Но если кто-то не хочет отправлять своего ребенка на этот урок, а учителя этого не понимают, это ненормально. Если против секс-просвета для старшеклассников родители в принципе ничего не имеют, то маленьких детей от взрослой информации некоторые жители Германии хотят все же уберечь. Был еще случай. В Патерборне живет семья, в которой дочь четыре года назад ушла занятие по сексуальному просвещению. Она теперь уже в девятом классе учится. Из-за того случая ее отец провел за решеткой 21 день. Его жена, она кормит грудью, должна тоже сейчас отправиться в тюрьму. Но в итоге именно история семьи Мартенс вывела людей на улицы, тех, кто против принудительного сексуального просвещения в раннем возрасте. Прошло уже три демонстрации. Последняя во Франкфурте на Майне собрала несколько тысяч человек. Но результата нет, потому что есть решение Европейского суда по правам человека. В 2011-м тот постановил, ребенок не имеет права не посещать занятия по сексуальному просвещению даже по религиозным убеждениям. Дело семьи Мартенс мы попросили прокомментировать прокуратуру, Министерство образования земли Северный Рейн-Вестфалия, профильный центр просвещения по вопросам здравоохранения. Их сотрудники проявили удивительную солидарность друг с другом. Почему-то не смогли найти и пяти минут для встречи. Не смогли нам дать комментарий и в школе, в которую ходит Мелита Мартенс. По словам сотрудников, сначала они должны получить разрешение на другом уровне. Тем временем многодетная семья собралась за столом. Прочитав короткую молитву, они начали трапезу в надежде на то, что семейный покой хотя бы сегодня не нарушит полицейская сирена. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Райста, Германия.